Здравствуйте! В данном разделе мы с вами должны определиться с тем, какой временной интервал используется в торговой системе, почему он такой и какие положительные и отрицательные стороны есть у подобного выбора таймфрейма. Торговые сигналы будут поступать по 15-минутным графиком. Соответственно, согласно различию по длительности сделок, наша торговая система является внутридневной. Насколько это комфортно, спросите вы? Вопрос хороший и актуальный. Следует отметить, что в любом случае внутридневные торговые тактики не каждому подходят, так как требуют повышенного к себе внимания и могут мешать вести другие дела, будь то вторая работа, бизнес или решение домашних задач. Однако, если вы уже с нами, значит, можете себе позволить в первой половине дня по гринничу проверять наличие торговых сигналов один раз в 15 минут. Давайте поговорим о положительных составляющих краткосрочных торговых систем. В первую очередь, это короткие стопы, что не позволит вашему депозиту понести значительные потери в случае неверного направления торговой позиции. Во-вторых, для начала работы не обязательно иметь большую сумму на торговом депозите, так как у нас непозиционная торговля, которая предусматривает стоп-родера в 100 и более пунктов. У нас с вами стоп-родера зачастую будут в размере 15-20 пунктов. Это негативный сценарий. Ну и в-третьих, конечно же, поговорим о прибыли. Именно внутридневные торговые системы позволяют получить прибыль, которая в разы больше среднесрочных торговых систем. Субтитры создавал DimaTorzok